В простонародье и называется крем Золушки. Сливоротка с ху-тюней. Ее нельзя отвезти. Но вы правда верите в то, что заменят реальный ботекс? Сначала тебе кажется рано, а потом уже поздно, чтобы не тыкать туда своими пальчиками. Водичкой помыли и убрали. Всем привет и добро пожаловать ко мне на мой канал. С вами я, Луиза. Наконец мне доставили все золотого яблока, всю доставку. У такого никогда не было. Почему-то очень долго мне собирали этот заказ. Мне даже разделили его на две доставки. В наличии не было, видимо, каких-то средств. Поэтому я ждала, 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 ждала. Я так долго никогда не ждала. Ну ладно, как говорится, меньше слов, больше делаю. Так что не будем терять время и приступаем. Первая маска для волос от бренда Альфа Парк. Я очень люблю этот бренд, но я заказала маленькую маску 50 миллилитров в ней. Потому что решила попробовать вообще, как она будет работать. Знаю, что это очень классный бренд. Пользовалась ими, его люблю. Но конкретно эту восстанавливающую маску зеленую я не пробовала. И решила ее просто затестировать. Мне этого бутылечка хватит, я думаю, раза на 4-5. Может быть, даже, кстати, и побольше. Она чисто для поврежденных волос. Она восстанавливает структуру волос. А так как я блондинка, и мне постоянно то, что ей нужно, это один уход и одно восстановление. Хотите покраситься в блондинку, готовьтесь к тому, что вы будете постоянно тратить деньги на уход. А следующая. Это крем от Clorans. В простонародье и называется крем Золушки. Вообще, это бальзам. Мне он настолько нравится. Я его заказываю уже третий раз. Крем обычно идет в упаковках, в подарочных. Такие вот Clorans, знаете, подарочные наборы на Новый год, на 8 марта. И мне как-то подарили пару раз, и мне настолько он понравился. Но почему-то раньше этого крема в свободной продаже не было. Он был только в наборах. И тут я увидела о том, что полноразмерный крем 50 мл можно купить. Обычно в наборах он шел миллилитров 15. Сейчас, аллилуйя, он появился. Девочки, он просто потрясающий. Что он дает? Направлен на лифтинг и на сияние кожи. Им даже летом можно просто мазаться одним кремом ими наносить поверх BB. Он прям реально как-то кожу какую-то делает просто нереально кайфовый. А так как я очень люблю бренд Clorans, и в принципе у нее вся косметика рабочая и очень классная, поэтому я вам его советую. Если хотите что-то легкое и очень работающее для себя из такого масс-маркет-сегмента, я думаю, что это очень классный крем. Поэтому я его заказала и очень рада. Приступаем с вами к этой огромной коробке. Так. Как всегда, очень много этой вот упаковки. Так. И первая. Энзимная пудра от Араби. Мне посоветовала ее подруга. Я признаюсь честно, я никогда не пользовалась энзимной пудрой. Я даже не знаю, как ее применять, но мне настолько нравится лицо у моей подруги, оно постоянно сияет. Я ей говорю, ты что делаешь с лицом? Она говорит, ну вот я люблю энзимную пудру. Я думаю, нифига себе, почему я ее никогда не пробовала. Не знаю почему-то, реально я всегда думала, что это какой-то, знаете, маркетинговый ход, типа, ну, какой-то бред, что ли. Поэтому я решила заказать именно конкретно то, что у нее это бренд Аравия. Энзимная пудра для умывания с витамином С. Я даже не очень понимаю, как ей пользоваться, но она сказала, типа, высыпаешь там на ладошку, немножечко капельки, разбойтешь эту кашицу на проблемные участки кожи. Но! Сначала, я думаю, что нужно все-таки будет умыться гелем и не смывать, конечно, макияж этой пудры. Ну, мне кажется, оно не смоет. Поэтому сначала я умуюсь гелем, а потом уже сделаю, как говорится, вторую ступень энзимной пудры. Так что пишите в комментариях, если вы пользуетесь. Мне очень будет интересно ваше мнение. Дальше. Следующее. Это у нас маска для лица от бренда Мэри Мэй. Ничем не пользовалась от бренда Мэри Мэй. И решила попробовать. Так как у меня после Нового года немножко посыпало лицо. Ну, либо там от питания, от постоянных салатов и с майонезом. У меня как-то немножко что-то ухудшилось лицо в последнее время. И я решила заказать себе что-то для восстановления. Ой, тут мне уже нравится. Идет в наборе лопаточка и масочка. Так вот, это надо положить. Очень красивая упаковка, очень эстетичная. Прям все отбрендировано, выдавлено. Стекло или стеклопластик. Все запечатано, все просто прекрасно. Ммм, пахнет приятно. Таким зеленым чаем. Это глиняная маска. И что дает нам эта маска? Это успокаивающая смываемая маска с экстрактом цинтеллы и чайным деревом. Поглощает излишки кожного сала и загрязнение очищает поры, обеспечивая гладкую текстуру кожи. Содержит листья цинтеллы азиатской, которые моментально успокаивают и восстанавливают узкую кожу. Поэтому это прям то, что нужно для меня. Кстати, косметика полностью веганская. Это плюс. Также от бренда Мэри Мэй я заказала сыворотку с хаутюней. Сыворотка с хаутюней. Я не знаю, что такое хаутюня, но мне также понравилось описание. Сыворотка с экстрактом хаутюней и чайного дерева. Она сужает поры и оказывает успокаивающее действие для проблемной и чувствительной кожи. Вот. То есть это сыворотка. Сначала я хочу делать маску, а потом уже после маски финишировать это вот такой сывороткой. Ну и потом наносить крем. Все такое приятное. Поэтому я думаю, что эта косметика будет работать. Отзывы очень хорошие на этот бренд. Дальше у нас с вами идет, это что вообще такое? Pink Spot. Сыворотка для точечного применения от бренда Mizone. Я решила заказать вот такую вот сыворотку. Don't Shake. Ее нельзя отвести. Эту сыворотку, потому что она двухфазная. Как применять эту сыворотку? Мы аккуратно вводим ватную палочку таким образом, чтобы сперва она пропиталась желтой жидкостью, а потом нам нужно, чтобы она пропиталась розовой пудрой. Мы уже наносим на наше воспаление. Ее нельзя ни в коем случае трясти. Думаю, что она будет рабочая, поэтому в принципе бренд Mizone мне очень нравится. Обычно вот эти болтушки нужно наоборот как-то взболтать, чтобы все перемешалось и уже вот здесь вот именно вот такая вот система. Следующая это тушь Kiko. Не поверите, я взяла тушь для наших погодных условий. Я взяла себе водостойкую тушь, просто обычную от Kiko в черном цвете, потому что заметила, что когда я иду по улице, зимой снег в лицо, и у меня почему-то стали какие-то потеки от туши. Мне такая фигня не нравится, поэтому решила заказать попробовать. Вообще никогда не пользуюсь водостойкими тушами. Что-то нужно в жизни менять и пробовать что-то новое, поэтому я надеюсь, что тушь будет хорошей. Это маска от Real Shiro. Очень понравилась, особенно если у вас блондинистые волосы, светлые, немножечко испорченные, она вам 100% подойдет. Еще мне нравится ее запах. Ну просто потрясающе пахнет. Все, кто пользуется, говорят, у нее запах просто вау. Какой-то наркотик. Как-то она чем-то таким вкусненьким, сладеньким пахнет. Ванилью какой-то, маслом ши. Ну потому что в составе у нее идет масло ши авокадо. Очень хороший этот бренд. Питательная маска для волос. Холодного отжима с маслом ши. Используем ее, как всегда, помыли голову, понаносим 5 минут и смываем. Очень хорошо эта маска подходит после того, точнее перед тем, как сделать укладку. То есть волосы будут прям такие напитанные и хорошие. Поэтому я вам ее рекомендую. Маска супер. Дальше. Шампунь L'Oréal Pro Expert. Очень люблю этот бренд. Взяла попробовать шампунь с уплотняющим эффектом. Я его еще не брала. Несмотря на то, что шампунь L'Oréal люблю. Знаете, он так пахнет. Будто это какая-то мятная жвачка. У меня вообще какие-то последние шампуни. Они все пахнут какой-то мятой. И он конкретно уплотняет саму структуру волос. Я думаю, что он мне понравится. Следующая у нас по плану. Это блеск для губ. Rouge Bunny Rouge. Какой он классный. Просто обычный блеск для губ с глосс эффектом. Он типа очень круто сияет. Он обычный. Он без тона и прозрачный. Sweet Excess. У него просто фантастический аромат. Он мне наполнил блеск от Nars. У меня был как-то блеск от Nars. И он пах какими-то конфетами. И я после того, как его попробовала, я не смогла найти аналог. Его запах можно нюхать просто бесконечно. Просто обычный блеск Rouge Bunny Rouge. 101 номер. Использовать я его буду. Ну, к примеру, нанесла карандаш. И сверху этот блеск, чтобы просто был эффект сияния. Карандаш от Vivienne Sabo. Карандаш Vivienne Sabo для губ в оттенке 0,1 Volume. Это мой самый любимый карандаш для губ в последнее время. Его я постоянно повторяю. Мне нравится 0,1 и 0,6. Очень красиво смотрится на губах. Он гелевый. Я как-то уже в каком-то влоге тоже в распаковке говорила, что люблю его. Он очень долго держится на губах. Он не съедается очень быстро. Он хорошо увлажняет губы. Губы после него не выглядят как сухарики. Поэтому мне он нравится. Он стойкий и классный. Вообще вот прям аналога. Ну, я как-то не нашла в последнее время. Поэтому покупаю его. И также взяла еще карандаш тоже от Vivienne Sabo для бровей в оттенке 0,2. Я его также постоянно повторяю. Мне он нравится. И лучший этого карандаша я пока для себя не нашла. Потому что я покупала предыдущий какой-то от Maybelline. От Kika даже, по-моему, у меня был. И мне вообще он никак не понравился. И самый лучший это для меня 0,2 от Vivienne Sabo. Мне нравится, что у меня щеточка сразу идет. Удобно. А, его, кстати, не нужно точить. Вот. Мне еще это нравится, что этот карандаш не нужно точить. Следующее, это маркер для бровей. Я тут решила как-то немножко изменить форму бровей. Думаю, нужно заказать маркер и прорисовывать непосредственно волосинки. Заказала, чтобы попробовать. Я до этого его не использовала, не пробовала. Думаю, что он будет хорошо справляться с этой задачей. Поэтому вот. Это тоже Vivienne Sabo. Он не очень дорогой. В бровине, по-моему, 500 рублей. Попробую. Не знаю, какой будет эффект. Но девочки его часто рекомендуют. Следующее тоже от Vivienne Sabo. Мне очень понравилось это масло. Я заказала его уже на повторе. Первый раз брала месяца два назад. Мне оно так понравилось. Просто обычное масло для губ. Оно без эффекта какого-то там сияния. Это просто чистый уход для губ. Мы не говорим о том, что там намазал и пошел на весь день, будешь с ним ходить. Нет. Это масло я использую чисто дома. Вот если сижу дома, чтобы губы не сокли, просто как бальзам или как гигиенические помады. Это тоже про это. Я его заказала уже в повторе, потому что оно мне настолько понравилось. И оно настолько бюджетно стоит, что вообще... То есть я вообще любила раньше масла Clorans. Но учитывая их цену, там, 2700, по-моему, они еще стоят. Эффект у них даже, ну, не хуже. Наверное, плюс-минус так же. Но Vivienne Sabo мне даже понравился лучше. Чисто вот уход для дома с губами. Поэтому, девочки, рекомендую. И у него очень вкусный запах. Он с цитрусом. У него здесь вот написано «Цитрус 01». У них еще есть разные оттенки. Мне еще хотелось купить розовый и голубой. Но решила заказать все-таки я себе опять цитрус. Мне положили одну маску для лица. Потому что я заказывала их три. Это кислотная маска от бренда Misha. Я помню, косметолог мне говорил о том, что раз в полгода нужно, типа, проходить курс кислотных масок. Это вроде очень полезно для кожи. Я думаю, о, классно, закажу тебе все маски. Ну, и в итоге мне доставили всего одну маску. Типа, нужно делать раз в 10 дней. Хочу просто попробовать. Вообще, чего оно дает? Это как бы не профессиональная маска, а просто бытовая. Но, не знаю. Отшелушивающая маска для лица с кислотами. Для тонкой и чувствительной кожи. Но я не пробовала, так же ничего сказать не могу. Мы переходим с вами уже к большой такой коробке. Я заказала себе новую уходовую линейку от бренда MediPill. Вы знаете, когда я ее заказывала, у меня случилась пополярка. Этот набор для лица с эффектом ботекса. Но вы, правда, верите в то, что набор для лица с эффектом ботекса заменит реальный ботекс? Вы верите в это? Это вот я нет. И когда я заказывала этот набор, я на минутку усомнилась. Думаю, ой, а не рано ли мне заказывать крема-то с ботоксом? А потом-то вспомнила, что два года подряд-то я уже ботокс вроде прокалываю. Ну, короче. Думаю, ну, наверное, можно заказать. Вы знаете, еще такой вот разум. И ты такая еще не понимаешь. Можно ли тебе его заказать, они рано? Ну, я не знаю, может быть, у меня у одной такой. Ну, короче. Это кажется эффектом ботекса, они рано ли. Сначала тебе кажется рано, а потом уже поздно. Поэтому лучше беречь свою кожу и молодость с молодого, нежели когда тебе 40, и ты такая, ой, мне нужен, как говорится, full face на все лицо. У него коробка, как будто мы открываем айфон. Очень нравятся корейские, конечно, упаковки. Они все так круто делают. Так-так-так. Вот такой вот у нас наборчик. В составе у него идет 4 средства. Первое это сыворотка, крем, тонер и эссенция. Вот как бы все понятно. Но объясните мне, пожалуйста, девочки, напишите мне в комментариях, что дает эссенция. Я никогда не использую эссенцию, я никогда ее не покупала. Я не знаю, в какой момент ее наносить. Как я обычно использую вообще свой домашний уход. Сначала я умываю лицо, потом я наношу тонер, восстанавливаю паш кожи лица, потом я беру сыворотку, наношу сыворотку, потом крем. И, в принципе, ну, кремом закрываю все это и уже все. В какой момент нужно наносить эссенцию? Эссенцию. Напишите, пожалуйста, я буду очень рада, потому что тут идет эссенция. И что с ней делать, я не знаю. И вообще, работает ли она, что она дает. Вот, но в наборе она была, еще мне что понравилось. Этот набор у них за очень хорошую стоимость. Цена этого набора 6800. Но, на минуточку, у них одна сыворотка стоит 3500, и крем стоит 3500 в таком же абсолютно размере. То есть, купить крем и сыворотку, это уже 7000. А так, типа, целый набор и еще два каких-то средств, и получается дешевле. Поэтому я думаю, ну, в принципе, почему бы и нет. То есть, она все равно получается выгоднее, чем просто два средства. Косметика будет рабочая. Ну, конечно, я не думала, что она заменит полностью ботокс на лице. Но, тем не менее, наверное, какие-то мимические там маленькие микроморщинки оно разгладит. Ну, либо, по крайней мере, будет какой-то классный эффект лифтинга от этой серии уж точно. Все, что ли? Последняя... Последняя упаковка. Мы так быстро с вами сделали распаковку. Даже как-то это... Как-то не ожидала, что все так быстро. Последний крем. Это от бренда тоже MediPill Volume Peptide 9. Это инновационный крем с Матриксил 3000. Что такое Матриксил 3000, я не знаю, но что он дает. Давайте прочитаем. Крем данной серии рекомендован для сухого и нормального типа кожи. Действие направлено на устранение возрастных изменений, предупреждение укрепления овала лица, разглаживания морщин и интенсивное увлажнение. При создании крема использовалось запатентованный метод определения объема воды в средних компонентах по методу Карла Фишера. Господи, прости. Что? Соблюдение данного протокола химического анализа сопровождает СИЭТ-производство обеспечивает контроль стабильности продукта и его компонентов, так, а также способствует сохранить столь необходимое вашей коже увлажнение. Вот. Матриксил 3000. Это инновационный компонент, состоящий из двух коллагенообразующих пептидов. Он укрепляет и придает эластичность коже, разглаживает морщины и оказывает лифтинг-эффект, стимулирует синтез коллагена. Такой интересный крем. Вот. Поэтому я на него повелась и решила его заказать. Но это тоже, знаете, и такая секунда сомнения. А не рано ли? Не рано. Потом будет поздно. И как он у нас выглядит? Вот так вот он у нас выглядит. Красиво очень упаковано. Все так эстетично. Лопаточка обязательно есть, чтобы не тыкать туда своими пальчиками грязными. Вообще старайтесь, когда вы используете крем, если он без дозатора, просто его откручивать, пальцами туда не тыкать, потому что как ни крути, но крем все-таки, мне кажется, может окисляться. Лучше, конечно, лопаточкой. Лопаточку после того, как вы нанесли, водичкой помыли и убрали в чистенькое местечко, потому что, чтобы ваш крем дольше прослужил. Потому что мне, в сведениях, крема хватает, ну, полгода, наверное, точно. А за полгода в нем уже, знаете, может там завестись непонятно что, и он будет просто не на улучшение кожи, а на ухудшение работать. У меня было просто уже такое, что крем у меня как-то то ли пропал, то ли прогорк, но при том, что по дате он все было хорошо, наверное, из-за неправильного какого-то хранения или там что-то в нем попало. Короче, он просто прогорк, и я половину крема выкинула, и он стоил дорого. Пахнет он просто приятно очень, нейтрально. Никакого сверхзапаха нет, и мне это очень нравился. Вот просто вот крем, приятный нежный аромат. Но я думаю, что он будет рабочий. Мы закончили все мои крема, все мои уходовые маски для волос, и, наконец, я все это получила и разобрала. Теперь мне хватит этого ухода, я думаю, на полгода это точно. И также у меня уход, он меняется. Хоутюню для восстановления лица от раздражений. Это я обычно использую в ночь, когда перед сном. А, конечно, с утра я буду использовать вот этот ботекс-эффект перед выходом в свет. Каждодневного ухода, ну и, наверное, буду миксовать этот крем и этот. Ну, короче, еще пока не решила, буду все тестировать. И я надеюсь, я буду вечно молодая с такими-то кремами. Ну и все, и на этом мы с вами заканчиваем нашу распаковку. Я очень рада была вам рассказать. Надеюсь, что я была вам полезна. Вы что-то новенькое для себя узнали. Обязательно пишите обратную связь, комментарии. Может быть, вы чем-то пользуетесь. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, продвигайте мой влог. И до новых встреч в следующем видео. Всех обнимаю и всем пока!